По несчастью или к счастью Истина проста Никогда не возвращайся В прежние места Даже если пепелище Выглядит вполне Не найти того, что ищем Ни тебе, ни мне Путешествия в обратно Я бы запретил Я прошу тебя, как брата Душу не мути А не то рвану по следу Кто меня вернет И на валенках уеду В сорок пятый год В сорок пятом угадаю Там, где, боже мой Будет мама молодая И отец живой И отец живой И сажает их Укутанных клетчатые платки Обутых в рукодельные ночи В кабину самолета Р-5 Самый старший из детей Мальчик лет двенадцати Радостно улыбается И машет оператора рукой Ведь впереди Такое интересное приключение Полет на самолете Это последние минуты жизни летчика Свершившего единственный За время Великой Отечественной войны Подобный подвиг На подбитом Над линией фронта Заплывавшем самолете Он, сгорая заживо Довез до большой земли Двух тяжелораненых партизан Воспитательницу Половского детского дома И десять ее воспитанников Отбитых партизанами У фашистов Имя героя Александр Манкин Александр Петрович Манкин Было двадцать восемь лет У героя-летчика Не было своих детей Зато сегодня У него более ста внуков и проработков Мы, спасенные в том рейсе дети Сами называем себя Дениси Манкина Маленьких сирот Закупированного фашистами Белорусского городка Полоцка Ждала страшная участь Стать материалом Для бесчеловечных опытов О намерении немцев Использовать воспитанников Местного детдома В качестве донора Для немецких солдат Вовремя узнал директор Михаил Степанович Поленко Ему удалось передать Партизанскую бригаду записку В записке было Только три слова Помогите спасти детей Для спасения малышей Партизаны разработали Спецоперацию Под кодовым названием Звездочка Директор детдома Убедил фашистов Переселить детей Из города в деревню Якобы, чтобы подкормить И поправить здоровье Мемцы согласились Первый замаскированный Шаг спасению Был сделан Однажды вечером Семь детей Собрали в один дом Сказали, что мы все Уходим по динаму Рассказали, как вести себя Если будут прожектора Или другое освещение Приседать и не шевелиться Делать вид, что мы почем Кест был недалеко Мы подходим Навстречу нам Гружали души От белого пастула Я хорошо помню Во время Партизан Партизан Готовьте аэродром В ходе операции Летчикам удалось Вывести более 500 человек Последний рейс Состоялся в ночь С 10 на 11 апреля Без детей Гвардии Лейтенант Александр Мамп Тот рейс был для него В этой операции 9 В двухметный самолет Поместилось 10 детей Их воспитательница И двое ранее Партиган В качестве аэродрома Использовалось Состояние Так получилось Что летчики Дети Попали в страну Перед тем самым Роговым вылетом Хорошо помнят Летчики Руки Летчика Сажали нас Самолет Там было Настолько тесно Что мы расположились Полусидя Полулежа Что как мог Ну ребята Как вас зовут? Ваша Лететь не боитесь? Нет В городах Даже очень хотим Когда мы летели Там выше Там ниже Казалось Куна пляжа Летели молча Никто не разговаривал Мне было интересно До тех пор Пока мы не услышали стук Как будто Кто-то бросает Камешки Минут через пятнадцать Самолет Как лейтенант Вот тогда Очки пилота У этих Минут через пятнадцать Минут через пятнадцать Минут через пятнадцать Когда к месту посадки Задать единственный вопрос Дети Образ Образ и подвиг Саши Сохранятся Минут через пятнадцать Минут через пятнадцать И это жизнь Минут через пятнадцать Минут через пятнадцать И эта жизнь Жизнь ему Вторая Бессмертной славы Полна Полна. Мы вовсе не те, не безмолвные, Мы ветер и крик журавлей. Погибшие в небе за Родину Становятся небом на мне. За всех детей летели сквозь метели, За всех детей сквозь тысячи сетей. Хотя в короткой жизни не успели Воюгать наших собственных детей. Мы вовсе не те, не безмолвные, Мы ветер и крик журавлей. Погибшие в небе за Родину Становятся небом на мне. Погибшие в небе за Родину Становятся небом на мне. Погибшие в небе за Родину Становятся небом на мне. Там мы с небес глядим на вас. Мы в осени техни безмолвные, Мы ветер и крим чуравлей, Погибшие в небе за Родину, Становится небом на дне. Субтитры создавал DimaTorzok